ребят всем привет сегодня 30 декабря у меня laundry day я то есть решил постирать сегодня вещи завтра будет гулянка решили поехать к другу в манхэттен ну и соответственно там мы собирается такая наша небольшая гоп-компания и мы хотим там выпить погулять и бродить манхэттеном как все нормальные люди на и на оливье будет ну так положено вот но я хочу что вам рассказать вот такую маленькую историю которая произошла с одним человеком и вот она не очень хорошая значит помните в ранее видео я рассказывал что если семья собирается переезжать на пмж в сша и там ну допустим открывает себе там туристические к примеру визы да потом здесь там планируют как-то легализироваться дальше там либо политическую биржу ну либо там разные другие пути вот и я говорил что лучше если есть дети то лучше идти в посольство сразу всей семьей то есть пробовать открывать визы всем потому что родители думаю так носки по сначала откроем себе а дети типа в заложниках остаются да а потом якобы второй раз подъездим там на разведку приедем а потом дети будем открывать но поймите если вы готовы сразу поехать например без детей да то есть вообще переехать там подать на политическое убежище этот процесс пройти без детей а в случае того когда вы получите свое как бы но политическое убежище тогда якобы перетянуть детей но вы их можете не видите в районе трех бывает пяти лет это как бы ну поймите это долгий как бы периода да вы можете ездить после допустим после того как у вас пройдет интервью первое не имеет значения там вы прошли сразу же или дело передали в суд то вы можете просить трава паспорт и ехать например соседнее государство какое-то да и ну к примеру если вы в россии то поехать в беларусь например и дети приедут туда и вы сможете с ними там встретиться да но главное не ехать сразу в ту страну от которой вы бежите вот но опять же поймите это не так что дети с вами каждый день и вы видите их не как бы как они растут и ну это сложно это на гораздо сложно если конечно вы готовы на это и ваши там бабушки дедушки смотрят будут смотреть за детьми и тогда мне цикой если же вы все-таки готовы жить с детьми то я вам советую открывать визы всем вместе почему значит вот произошла такая ситуация значит будем называть так один человек по имени юрий вместе со своей женой ноной они граждане россии но сами грузины значит ну жили в москве и живут в москве да они прекрасные люди прекрасные повара оба и у них вдвое прекрасных деток то есть они решили так мы им кто-то посоветовал там что давай сначала откроете визы вы там съездите на разведку сша а потом якобы до детей заберете но значит они открыли визы оба и туристические конечно не приехали сюда приехали сюда значит сразу устроились на работу хорошую все хорошо нормально зарабатывают значит но она побыла здесь где-то месяца два ну то есть ей поставили полгода на пребывание а значит она побыла месяца два и решила поехать вернуться за детьми но соответственно юрий остался здесь потому что он начал работать и начал в принципе работать с адвокатом то есть с ну по политическому бирж ну это не с анатолием это с другим адвокатом я даже не знаю этого адвоката но дело в том что вот так такая ситуация такая история которой ко мне люди обратились я как бы вот уже вам передаем значит но она вернулась в москву а дети в это время пока они были здесь два месяца дети были в грузии там бабушек у дедушек значит она сначала поехала в грузию потом она забрала детей поехали в москву и но она соответственно с теми же стоит конторой которая помогала им изначально открыть заполнить там анкеты им юрий и ноны она не также к ним обратились по поводу чтобы по ну детей открыть детям визы они значит заполнили всякие там бумаги подали в консульство ну и якобы ж не надо да дети и детям идти в посольство потому что они маленькие еще но позвонили но не и вызвали ее в посольство как бы ну поспрашивать они отправили сначала пони экспресс то есть это паспорта там детей но в итоге вызвали значит но 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 она пришла туда и типа почему так происходит почему вы так сейчас хотите а но те кого бы детям открыть там территориям но она объяснила что мы работаем здесь в москве очень хорошим как бы компания которая имеет свои рестораны они там шеф-повара и якобы хозяина этого этого этой компании послал юру как шеф-повара в нью-йорк для того чтобы походить по ресторанам посмотреть покушать то есть стоит ли открывать вообще в нью-йорке в дальнейшем ресторан выгодно это не выгодно какую кухню я как бы на разведку да по туристической визе и но она то есть там было а так как компания платит то в принципе у них сейчас есть возможность якобы юра еще остался в нью-йорке она вернулась за детьми по по их не истории чтобы свозить детей еще в диснейленд во флориду то есть как бы у юры еще два месяца или три есть здесь как бы и легального пребывания до из полугода и она вот решила что мы возьмем детей и смотаемся соответственно с компании с россией у них есть бумага что вот они там командировки типа территории но консул отказал он отказал детям в визе соответственно что произошло дальше ну но она значит они решили бороться дальше но на повторно опять же обратилась в эту компанию они повторно заполнили анкеты соответственно под повторно подали ну значит прошение в консульство и ребята и консул аннулировал визу но не вот так потому что есть какая-то статья они там сильно не объясняли но статья такая что у них подозрение что но на юра и семья это реальные то есть это иммигранты которые которые готовятся к переезду и они аннулировали мало того что они не дали детям визы они аннулировали иноне и сейчас такая плачевная ситуация юра разбиты я его сегодня видел он горит я не знаю что мне делать либо мне здесь как бы ну процесс политическое убежище еще не подал он уже начал работать адвокатом но ещё не подали бумагу на политическую убежища а первую то есть он говорит я не знаю что мне делать Мой адвокат 4 числа только вернется с отдыха, я с ним буду говорить, какие есть дальнейшие пути разрешения этой проблемы, потому что я не смогу без детей тут быть 5 лет, к примеру, там даже, да, а их уже, соответственно, нону и детей сюда не пустят. Может быть только такая ситуация, если Юра пройдет и получит, как бы, политическое убежище, то тогда уже детей, там, если женой вызовут в посольство американское, ну, отсюда процедура начнется, и тогда их могут, как бы, дать им иммиграционные визы или, там, грин-карты уже дать именно там. Но эта процедура очень серьезная, очень, как бы, ну, как бы, емкая и занимает много времени. А Юра говорит, я не знаю как, и теперь либо я буду, может быть, возвращаться домой в Россию и там жить, ну, ну, что делать, ну, вот так. Так что вот так, ребят, поэтому я советую пробовать открывать визы все вместе. Либо все получили визу, либо не получили никто. Но так, чтобы, опять, знаете, родители получили, а дети остались там, ну, вы же их не оставите самих, понимаете? Поэтому лучше все-таки надо, если иммигрировать, так все с семьей. Вот такая плачевная история. Дальше будем понимать, вот, как Юра пойдет там к адвокату 4 числа, он с ним поговорит. Я уже у него расспрошу, увижу его. И тогда уже, возможно, вам сниму такое видео, расскажу. Возможно, он согласится сам на камеру рассказать это все. Посмотрим, как это будет. Ну, ребят, значит, что я хочу вам пожелать? Я хочу вам пожелать, чтобы этот Новый год забрал у вас все негативные моменты в вашей жизни, которые были. Какие-то слезы, какие-то ссоры, какие-то там, может быть, неудачи. Пусть он уходит. Пусть козочка все заберет, да, и уносит. Там овечка, кто там у нас, что у нас там было. А год обезьянки пусть принесет вам счастья, успеха. Ну, и, в принципе, в жизни, чтобы вы всегда радовались, чтобы у вас в жизни все получалось. И если вы планируете переехать в США, вы, главное, поймите, что ничего здесь не бывает легко. Но если вы настроитесь на это и будете понимать, что вы сильные, все у вас получится, все будет хорошо. Ну, а я тут помогу, чем могу, советом каким-то, познакомлю с адвокатом, с брокером. Ну, и, соответственно, то есть, чем я могу, покажу даже, как машинка вон стиральная включается для того, чтобы делать ландри. Ребят, еще такое маленькое, как бы, может быть, объявление. Значит, соответственно, Real Immigrant есть страничка на Фейсбуке, ВКонтакте, также Инстаграм. Но самая такая, скажем, популярная и самая живая у нас, в принципе, на Фейсбук. Значит, там посты интересные, значит, есть такой, как бы, ну, проект, может быть, да, 100 лучших городов США. То есть, узнаем, где лучшие, самые классные города для жизни, какая там работа есть, какое население живет, там, латиносы, белые, ну, и разные, да. Какие школы, какое все. И мы, то есть, какая, 100 таких городов, да, выставляем каждая рубрика такая, что будет постоянно обновляться. И вы можете задавать вопросы какие-то, на эти вопросы будем отвечать. То есть, вы можете найти нас в Фейсбуке, это Real Immigration, то есть Real Immigrant, да, найдите, пожалуйста, добавляйте, ставьте лайки. Также и здесь вы просматриваете, допустим, видео, пожалуйста, не забывайте поставить палец вверх, лайк. Также, допустим, не забывайте подписаться, если вы еще не подписаны. Понимаете, ваш палец вверх поставить лайк или написать какой-то комментарий под видео, либо подписаться на канал, вам этого ничего не стоит. Но мне это приятно, я снимаю видео и мой канал это продвигается. Чем больше вы поставите пальцы вверх и подпишитесь на мой канал, и посоветуете мой канал, там, поделиться, да, своим друзьям, поверьте, мой канал будут видеть больше люди. И, возможно, я вот помогу кому-то своими советами или просто чисто физической помощью. Поэтому вот так, ребят, не забываем. И еще раз вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым. Желаю вам счастья. Я просто люблю вас так же, как я уверен, вы любите меня. Поэтому вместе до реальной эмиграции. Пока-пока. Пока-пока.